Приветствую вас и, во-первых, хочется сразу сказать о том, что книги, психологические книги написаны для профессионалов, что книги не пишутся для клиентов, для тех, кто нуждается. К сожалению, если вы будете читать книги, то я боюсь что вы себе можете еще больше наблюдить, потому что нет ничего хуже, чем чтение книг, написанных либо для профессионалов, либо для тех, кто интересуется наукой, либо для учащихся, для тех, кто учится. Нет ничего хуже этого. Я понимаю ваше желание разгрузиться психологически, но тем не менее, что лучше не вредите себе, лучше все же постарайтесь увидеть, постарайтесь определить проблематику именно в своем контексте, в том, что происходит именно с вами. То есть, на мой взгляд, это куда более пока прогрессивная модель, чем то, что предлагаете вы. Далее. Как поднять свою самооценку? Пишите вы. И самооценкой, конечно, не все так просто, потому что вы уже восприняли поведение своей девушки как что-то негативное, вы уже восприняли поведение своей девушки как направленное на вас, то есть, вы посчитали, что девушка бросила вас, потому что у вас какие-то проблемы. Вот. Вы восприняли это на свой счет, и это, конечно, серьезно. И в первую очередь нужно для себя определить, почему вы считаете или, может быть, по какой причине вы считаете, что именно вы ответственны за то, что девушка вас, ну, бросила? какие-то свои собственные трудности, свои собственные проблемы. Может быть, вы просто, ну, не подошли друг к другу, такое, какое может быть. То есть, почему вы на свой, как бы, счет, да, восприняли то, что вы расстались с ней. Вот это, пожалуй, самое главное в вашей ситуации. То есть, если вы воспринимаете на свой счет подобные вещи, то это говорит о том, что вы в себе не уверены, ну, вот, именно внутренне. Либо вы чего-то боитесь, либо вы чего-то опасаетесь, либо какие-то у вас есть мотивы, ну, так называемые, так называемая сверх мотивация на то, чтобы быть, вот, например, с девочкой. Ну, с вашей. Вот. Понимаете? То есть, у этого всего есть причины. И причины эти в любом случае нужно разбираться, потому что они важны. И если вы действительно хотите разобраться, то здесь нужно не книги читать, а на личную, значит, терапию записывать к психологу. Дальше. Как поднять свою самооценку? Ну, во-первых, надо сразу скажем, что самооценку можно поднять несколькими способами. И первый способ – это такой довольно простой. вот то, в чем вы себя чувствуете сейчас, ну, обесцененным, там, ниженным, там, еще каким-то. это все требует корректировки. Здесь все довольно просто. Вы просто то, в чем не уверены, берете, ставите цели, которые вытекают из того, в чем вы себе не уверены. И выполняете последовательно эти цели. Там убеждаясь, что, ну, что у вас все хорошо, все здорово и так далее. конечно, это может помочь, но эффективность этого, к сожалению, не такая большая. Если вы хотите, чтобы действительно произошли изменения, то, на мой взгляд, имеет смысл в первую очередь подумать о том, почему вы стали о себе хуже думать? Ну, из-за чего вы стали о себе хуже думать? По какой причине вы стали о себе хуже думать? Думали ли вы о себе так всегда? Или вы стали думать о себе так только вот после каких-то событий, например? Ну, например, те же события с девушкой, допустим. То есть это вот то, что нужно вам разобрать. То есть самоценка повышается за счет того, что вы отделяете как бы вот, отделяете восприятие себя, отделяете то, что касается именно вас, от того, что касается девушки. Потому что девушка в этом контексте никакого отношения к вам не имеет абсолютно совершенно. Вот так что, на мой взгляд, вот так можно будет вам ответить на ваш вопрос. То есть в чем именно занизилась ваша смазанка? Почему вы считаете, что, почему вы думаете, почему вы стали думать о себе хуже? «Откуда это появилось у вас?» Вот. И так далее. Уважительно. То есть тут нужно разбираться очень хорошо, разбираться. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы еще, пишите в личку. Буду рад помочь. Исходить вам я рекомендую из того, что вы сейчас себе не принимаете. Что вы считаете в себе плохим, грубо говоря. Что вы считаете в себе очень ужасным. Что вы отказываетесь принимать. И почему. Придорослана ваша проблема. Ну и мысли после расставания с девочкой. Они какие-то. Понимаете? Вы сейчас находитесь в экзистенциальном поиске. И этот экзистенциальный поиск, он логичен. Он нормальный. Лучше будет, если вы этот экзистенциальный поиск будете проводить под контролем психолога. Который не покажет, но направит вас в нужное русло. Понимаете? Вот это, пожалуй, то, что можно вам сказать. Ну и слова коллеги про опыт. Тоже, безусловно, очень важны. К этому нужно как к опыту и с точки зрения позиции взрослого анализировать, что именно вы конкретно сделали не так. И сделали ли вы вообще что-либо не так. Потому что вполне возможно, что вы ничего не так не делали. То есть, ну как бы, вы делали все так. А девочка бросила нас вообще по тому, что у нее там какие-то проблемы. А вы из-за этого переживаете так сильно. Потому что вы от нее что-то хотели для себя. И она чувствовала, что вы от нее этого хотите. Боялась, что вам этого не даст и так далее. То есть, все зависит от того, с какой мотивационной нагрузкой вы подходите к отношениям. И с чего вы хотите от отношений. И может ли вам дать девушка то, что вы хотите. И если она не может дать, то есть, если ваши потребности больше, чем возможности девушки, то в этом нет ничего страшного. Вы от этого не более плохой. Просто нужно разбираться, от чего именно вы хотите. И грамотно удовлетворять свои желания, чтобы максимально свободно вести себя в отношениях. Потому что девушке нужен мужчина, который ее защищает. Который ей что-то дает. То есть, в отношениях нужно быть, которым отдавать, а не брать. В первую очередь. Вот. Подумайте, так ли это у вас и что мешает. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok